Так буду голосовать в Брюсковом? Да, конечно. Обязательно. Звучайно буду, я завжди голосую, это обязан. Это важно для того, чтобы решить будущее моей страны. Я считаю, что каждый голос важен. Я еще не буду голосовать, но я как иду буду голосовать. Это наш гражданский дом. Мы голосовали, выбрали предыдущего президента. Было не очень всем не понравилось, хотя он был легитимный. И сейчас проголосовали, выбрали президента. И надеюсь, сейчас мы выберем правами, чтобы не было у нас третьего, четвертого Майдана. Потому что нужно что-то менять, что-то делать. Назвичайно важно выявить свою громадянскую позицию, так как и в стране есть перед нами пороги, и у нас есть ответственность перед страной. Конечно же, это волнует, но сомневаешься, что один голос что-то решит. Все равно будет столько прописок, один голос, ничего. Просто я свое мнение высказываю. Я на нем все что уточнила. Я, с каждого по одному голосу уже будет что-то свободное. Честно, я вообще не думал об этом. Не знаю. Посмотрим. Программы читать надо. Еще не выбрала. Буду читать программы. На предвыборочную ажиотацию из кризиса все не буду дивиться. Но я буду конкретно дивиться, что пропонуют, какие в данном случае пропонуют план дій, выход из кризовой ситуации, каждый из политических сил. Я телевизор дивился, читаю и изучаю, но я... Биографию интересно почитать, и программу тоже, что мы предлагаем. Мы будем определяться. Ну, стараюсь только программу, чтобы абстрагироваться от биографии людей. Но, конечно же, на биографию я тоже посмотрю кратко. Я буду искать тех, которых мне понравится предвыборная программа, которая рожа будет непротивна, и которые мне покажутся наиболее подходящими, наиболее честными. И, напевно, за Порошенко, и еще мне тоже в Садовой подобается, где гонки там. Вы знаете, вот что-то я почитал, мне что-то самокомич устраивает более-менее для выхода. Ну, скорее всего, за блок Порошенко. Это партия президента. Я надеюсь, что мы можем что-то изрушить из места. У него программа такая непогана. Мы с другом так решили, что нужно все-таки, чтобы поменялась политика, партия. И все. Чтобы поменялась именно вот эта мнение, вот это все поменялось там, да. Какое мнение? Ну, мнение вот этих идиотов. Каких? Ну, те, которые там сидят. Януковичи, блядь, всякие. Так, какие Януковичи? Сейчас же Порошенко. Порошенко. Слово, что там Янукович ничего не блядь, не это. Ну, Янукович тоже там. Да, что он там, он же в России сидит. Слово там имеет. Так он с России сюда посылает свои слова. Наверное, не буду. Не буду. Я не буду голосовать. Само поменялось. Я считаю, несмотря на то, что в нашей стране главная тема, это, конечно, политика, но люди политически просто вопиющие, безграмотные. Поэтому от нас ничего на самом деле сейчас не зависит. Лучше это государство, они чем не помогают нам, простым людям, а мы ничем не будем помогать ему и не будем на него реагировать. Я работаю фрилансером, поэтому мои налоги нигде не декларируются. Я не зависима от государства, а оно от меня, соответственно. Я считаю, лучший выбор для молодежи, к сожалению, конечно. Не знаю, если честно, то не хочу. Ну, почему? Потому что все они продажные крисы. Что делать? А что мы можем делать? Менять снова президента и премьер-министра. Они же добились этим путем революции. И что, они думаете, они там сидят и они что-то сделают для Украины, что-то лучше? Они ничего не сделают. Они будут сидеть, как я ценю, сидит давно же заслана. Он сказал, что кулю в лоб, так кулю в лоб. Ну, так я отримаю кулю в лоб. Порошенко, кто это? Это был олигарх. И это и есть олигарх. Он голосовал стратегию развития Украины. Там 60 реформ. Вы узнайомлились с этим? Я не узнайомлюсь. У меня своя жизнь, у него своя жизнь. Это наш президент, это, как главный, командующий всеми войсками. Вы это знаете? А вы знаете, что национальная гвардия, почему они их назвали национальной гвардии? Потому что это не национальная гвардия, а это национальная гвардия. Посмотрите, где они носят погони. Мы привыкли, что у нас погони на плечах. Вы знаете, что в 1943 году были выведены погони, как изменения большевиков с петлиц. И что это? Хибо это правильно, что они меняют нас национальную гвардию на НАТО? Вы не хотите голосовать за какую-то другую силу, чтобы она просула то, что вы верите? Ну, все политики – это атеистическая сила. Можете сказать, как относитесь к выборам? Будете голосовать и будете? Надо это не надо? Отношусь безобразно. Удачи вам. Всего хорошего и замечательного. Спасибо.